Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Вам это сегодня понравится, могу вам обещать. Отец, мы просто благодарим Тебя за Него. Мы принимаем от Твоего Слова, от Твоего Духа, от Небес. Во имя Иисуса мы принимаем откровение. И мы благодарим Тебя за Него, Отец. Открытое знание, на основании которого мы поступаем, производит в нашей жизни такие действенные результаты. И мы жаждем Его, Господь Иисус. Мы желаем Его, и мы благодарим Тебя за Него. Оно наше. Ты благословил нас Им. И мы скоро на то, чтобы воздать Тебе всю хвалу, честь и славу. Аминь. Давайте откроем наши Библии на 11-й главе послания к евреям. Мы будем говорить и исследовать Слово Божье в отношении темы веры. Есть много разных представлений о вере. Но зачем вам нужно чье-то представление о вере или чья-то точка зрения насчет веры? Когда вы можете узнать насчет нее точку зрения Бога? Он ее изобрел. Он знает все ходы и выходы. Чем она является и чем она не является. Как она работает. Как она не работает. И Его Слово очень ясно говорит об этом. Это все здесь для нас. Чтобы мы приняли и ходили в этом. Поэтому мы будем смотреть и узнавать, что говорит о ней Бог. Что говорит о ней Господь Иисус. Слава Богу. Итак, давайте посмотрим, начиная с 1-го стиха 11-й главы послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И мне нравится, как вот эта фраза переведена в расширенном переводе Библии, поскольку это более точный перевод греческого текста. Вера является материалом, материализацией того, на что мы надеемся. И эта фраза и доказательством вещей, вещей и материальных вещей, которые еще не открыты физическим чувством, невидимого. В некоторых местах Библии используется слово «плоть», как, например, в 8-й главе послания к римлянам. «Живя по плоти», «живя по духу». Там слово «плоть» означает «пять физических чувств». Это 5 физических чувств, посредством которых мы получаем естественную, физическую, материальную информацию. Зрение, обоняние, вкус, осязание, слух, информация, поступающая через эти источники. Но прежде чем говорить об этом, давайте дочитаем это местописание, поскольку я хочу дойти до 6-го стиха. «В ней, или в вере, свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». Так что из невидимого... Вот опять это слово «видимое», то, что различает и ощущает эти 5 физических чувств, произошло «видимое». Это написано немного тяжелым языком. Давайте скажем это проще. «Через веру мы понимаем, что веки или миры были устроены Словом Божьим, так что то, что мы можем видеть, то, что мы можем различать и ощущать 5 физическими чувствами, было сотворено не из чего-то того, что вы можете видеть. Я слышал, по сути, однажды, Дух Божий исправил меня, поскольку я говорил то же самое, что слышал о других людей, а именно, что Бог сотворил небо и землю из ничего. Это не совсем правильно. Он сотворил их из чего-то, но это было что-то, что вы не могли видеть. Говоря о мирах, мы говорим обо всех планетах этой вселенной, о нашей планете Земля и так далее. И обо всем в ней, что является видимым, воспринимаемым и ощутимым для наших 5 физических чувств. Все это было сотворено чем-то, но это было что-то, что вы не можете видеть. Это было сотворено духовной силой, духовным материалом. Это важная истина и важное откровение, без которого вы никогда не будете умело ходить верой, жить верой, действовать и использовать созидающую творческую силу Бога, которая была вложена в ваш дух, когда вы сделали Иисуса Христа Господом своей жизни. Пока вы не получите об этом откровение, вы никогда не будете умелыми в этом. Но как только вы кое-что здесь поймете, и понять это очень просто, но вы должны развивать понятие веры, поскольку это что-то, что вы не можете видеть своими глазами, что вы не можете потрогать своими руками. Однако она становится намного реальнее этого, когда вы понимаете, и когда у вас есть практическое знание о ней. И это... Я снова немного забегаю вперед. Давайте продолжим читать. Мы понимаем, что миры были устроены Словом Божьим, так что то, что мы можем видеть, было сотворено не из чего-то, что вы можете видеть. Верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Он принес Богу в жертву какую-то вещь. Что-то. Но в этом было задействовано что-то еще, а именно вера. Поэтому он принес более лучшую жертву. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Итак, давайте подробнее поговорим о том, что вера является материалом. Материализация. Вера является духовным материалом. Материализация. Думая о материале, мы думаем о чем-то твердом, о чем-то, что имеет конструкцию. Мы говорим, ну, знаете, эта штука не выдержит, поскольку эта конструкция недостаточно крепкая, недостаточно прочная. У нее есть конструкция, что-то, что имеет силу поддерживать. Мы смотрим на разработанные проекты, такие как мост, или что-то в этом роде, которые кто-то собирается построить из материала. Все эти вещи, о которых я сейчас говорил, являются естественным материальным материалом. Вот этот стол. Этот деревянный стол сначала был деревом, которое выросло из семени, которое появилось на дереве, которое выросло из семени, которое появилось на дереве. И так далее. Но в какой-то момент это дерево превратили в этот стол. И то дерево было материалом этого стола. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Я говорю о материале. Но теперь, если обратиться к миру духа, то духовный мир не такой реальный, как этот естественный физический мир. Он намного реальнее этого естественного физического мира. Первоначальное дерево вышло из духа. Духовную сферу сотворил не этот материальный мир. Эта духовная сфера сотворила материальный мир. До того, как были сотворены люди, Богу, по сути, он был не нужен, потому что Бог является духом. Вы хотите мне сказать, что у Бога нет никакой материализации? Нет. У некоторых людей сложилось такое впечатление, что, ну, знаете, у Бога в действительности нет никакой материализации. У него нет тела, у него нет... Перестаньте. Будьте реальными. Это все равно, что говорить, что мое тело реальное, а мой дух нет. Позвольте мне вам кое-что сказать. Мой дух может жить без этого тела, но мое тело не может жить без этого духа. Аминь. Мой дух — это и есть я. Я — дух. У меня есть душа, которая находится в моем духе. И у меня есть тело, в котором живут мой дух и моя душа. И когда мой дух с моей душой покидает это тело, оно падает на пол, и вы ничего не можете сделать, чтобы заставить его жить. Вы можете пытаться привести его к жизни. Можете делать все, что хотите. Вы можете подключить это тело к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Вы можете заставить его дышать. Вы можете заставить мои легкие работать. Вы можете заставить кровь циркулировать. Но вы не можете заставить меня говорить. Вы меня слушаете? Именно дух дает жизнь. Есть одно место, но сначала я закончу кое-что здесь, поскольку я уже об этом заговорил. У Бога есть тело. И у Иисуса есть физическое тело. Бог Отец. Бог. Аминь. Иисус сидит по правую сторону от него. По правую руку. Он не какой-то там не понять, что. Нет, нет, это вы думаете о волшебнике изумрудного города. А я не говорю о каких-то волшебниках или еще о чем-то в этом роде. Я говорю о Боге. Я говорю о Творце. Я сейчас быстро кое-что покажу вам здесь. Из Евангелия Утеана. Начиная с самого первого стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Аминь. Когда Бог это сделал, заметьте, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Слово Божие содержит в себе материал веры. У Его Слова есть материал. Слова несут в себе веру. Слова несут в себе страх. Слова несут в себе сомнения. Слова наполнены страданием и болью. Слова дают жизнь. Слова исцеляют. В зависимости от того, с чьими словами мы здесь имеем дело. Но понимаете, я говорю слова, но в этих словах есть материал. И мои слова наполнены верой. И помазание может привести вас в то же самое помазание и возгреть вашу веру. Это устанавливает связь между вами и мной. И сейчас мы говорим об откровении о том, что вера является материалом вещей. Вера является материализацией вещей. Бог. Слово Божье говорит о Его руках. Слово Божье говорит о Его облике. Слово Божье говорит о Его лице. Помните, когда Моисей сказал, «Я хочу увидеть твою славу». И Бог ответил, «Что ж хорошо». Он сказал, «Я поставлю тебя в эту расселину скалы, чтобы защитить тебя и покрыть тебя, поскольку ты не можешь увидеть Мое лицо и остаться в живых». И Бог прошел мимо него. И Он сказал, «Я позволю тебе немного увидеть Меня сзади». А если вы имеете облик сзади, то вы имеете его и спереди. Ну же. Бог есть Дух. Но это не значит, что раз Он Дух, то Он не имеет никакой формы или никакой материализации. Нет. Просто у Него нет этой физической плоти. Тела из крови и костей. Он сотворил его для человека, чтобы тот жил в этой плоти. Теле из крови и костей. Он сотворил материю, лес, прах и планету Земля, чтобы мы на ней жили. Теперь вы понимаете разницу? Мы являемся такими же духовными существами, что и Бог. Мы сотворены по Его подобию. И теперь у Бога есть физическое плоти и тело из костей. и тело из костей. Слава Богу! Это тело Иисуса, которое Он получил от Своей Матери Марии. Слава Богу! И это разделяет дух, душу и тело. Вера является духовной силой. Вы не можете ее видеть, но она является материалом, материализацией того, что вы можете видеть. Вера – это созидающая сила Бога. Давайте поговорим сейчас о духовной силе. Вера – это сила, сущность веры. Позвольте мне вернуться на шаг назад. Слово «вера» – В-Е-Р-А. Вера – это имя этой духовной силы. Я слышал, как люди говорили, «Ну, вера – это состояние души, разума». Нет, вера не приходит из разума. Это не умственная сила. Она приходит из духа. Вера может сформировать состояние души, разума. Мой разум и мое душевное состояние, мое отношение, вся моя умственная жизнь была обновлена силой веры. Так что я постоянно мыслю мыслями веры. Другими словами, я думаю, в соответствии с духовными законами, которые управляют верой, которые высвобождают веру, которые питают веру, которые укрепляют веру, которые позволяют вере возрастать, которые позволяют вере действовать, позволяют вере высвобождаться и творить, созидать, позволяет вере высвобождаться и останавливать дела лукавого, и так далее. Когда вы начинаете думать согласно законам, которые управляют верой, это устанавливает господство вашего духа. Вы должны быть духом, душой и телом, а не телом, душой и духом. Или же душой, телом и духом. Или же душой, духом и телом. Нет, нет. Духом, душой и телом. Первое послание к Фессалоникийцам 5.23. И ваш дух и душа и тело во всей целости, 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 завершенности. И когда дух, ваш пересотворенный, рожденный свыше духовный человек имеет господство над вашим существом, дух, который соединен с Богом, который был пересотворен в праведности Божией, ваш духовный человек прав, ваш духовный человек наполнен праведностью Божией и любовью Божией. Любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание. Все эти духовные силы живы внутри вашего духа. Сейчас живы вера, надежда и любовь. Сии три. И любовь из них больше. А вера действует любовью. Все они являются духовными силами. Вы не можете их видеть. Они не приходят из разума. Разум не может произвести веру. Тело не может произвести веру. И тело не может определить веру, пытаясь почувствовать ее. поскольку ваши физические чувства, то, что вы слышите, что вы видите, что вы обоняете, что вы пробуете на вкус, ваши физические чувства были даны вам Богом, когда Он сотворил вас и меня, для того, чтобы вы могли контактировать с этим физическим и естественным миром. И ваш разум не может определить веру. Вы можете видеть результаты, если ваш разум знает, как работает вера. Но ваш разум не является знатоком веры, поскольку вера — это не умственная сила. Вера является материализацией того, на что мы надеемся. Вера — это духовная сила и определяется духовным образом. Вы обращаетесь к Слову Божьему. И вы читаете в Слове Божьем обетование, которое говорит, что все ваши нужды восполнены по Его богатству в славе Христом Иисусом. Вы читаете это в Слове Божьем и думаете, «Ну, что-то я этого не вижу. Я должен всем подряд. Я потерял свою работу. Я что-то не вижу, чтобы мои нужды были восполнены». Что вы сейчас сказали? Вы этого не видите. Вы пытаетесь смотреть на обстоятельства, на этот естественный физический мир, и стараетесь определить, истинно оно или нет. Что ж, Слово Божье — истинно, независимо от того, можете вы это видеть или нет. Разве не так? Мы знаем, что Бог не человек, чтобы Ему лгать. Он не может солгать. И Он, и Его Слово являются одним целым. Мы только что об этом прочитали. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот это записанное Слово является естественным физическим проявлением Бога. Оно является таким же проявлением Бога, как и Отец, Сын и Дух Святой. Оно было проявлено в этом естественном физическом мире для того, чтобы мы могли читать его, держать его в руках, могли изучать его и могли верить ему. Аминь. Когда мы видим это... Послушайте меня. Когда вы впервые уловили это в своем духе, вы могли определить внутри себя, если вы обладаете хоть какими-то духовными характеристиками, проницательностью, вы могли определить в своем духе, действительно ли вы верите этому, или же вы все еще сомневаетесь в этом. И мой разум может говорить, «Я этому не верю». Но если вы примете решение верить этому и скажете, «Послушай, Слово Божье истинно. Я выбираю верить Ему, независимо от того, вижу я это или нет, чувствую я это или нет, считает ли кто-то еще это истинным или нет. Я верю Ему. Я выбираю верить этому». То как только вы так делаете, внутри вас поднимается вера. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда вы приняли решение верить, вы поверили. Да, она может быть слабой, она может быть незначительной, но она в вас. Продолжайте упражнять ее. Продолжайте целенаправленно верить. «Я верю Ему. Я продолжаю читать Его. Я продолжаю смотреть на Него. Я продолжаю размышлять над Ним. Я продолжаю верить Ему». И Слово Божье, и Дух Святой расширяет вас внутри, слава Богу, и наступит такой момент, когда вот оно. Слава Богу. Вдруг вера поднимается выше вашего разума. Вера поднимается выше вашей плоти. Вера поднимается до такого уровня, когда она просто овладевает вами и говорит, «Слава Богу, мои нужды восполнены. Я не боюсь долгов и всего остального, что есть у этого мира». Вера пришла в действие, и вы определили ее своим духом. Это материализация в духе. Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя. Мы открываем свое сердце и свой разум для откровения с небес, для открытого знания из Твоего Слова. И мы благодарим Тебя за Него. И мы воздаем Тебе за Него всю хвалу, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя и так сильно любим Тебя. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся к 11 главе послания к евреям. Мы говорим о вере. Главным образом о том, что вера это духовный материал. Слово «вера» В-Е-Р-А. Это имя творческой, созидающей силы, духовной силы Бога. Ваше физическое тело. Вы едите физическую пищу, чтобы питать свое физическое тело. Помните, Иисус сказал, что плоть есть плоть, а дух есть дух. То, что от плоти есть плоть, то, что от духа есть дух. Это две разные материи. И то, что это дух, еще не означает, что оно никак не материализуется. Понимаете? Небеса сами по себе не имеют в себе никакой материальной материи. Они духовны. Но когда вы попадаете на небеса, то там есть столы, ворота, крыша, стены. И люди восклицали в самом тронном зале Бога. Библия говорит, что от глаз и восклицающих поколебались вверхи ворот. Слава Богу. Так что там есть ворота, верно? Это не то, чтобы там не было никакой материи. Она есть. Поскольку дух с духом тверд, как это. Естественное физическое с естественным физическим твердое. Но естественное физическое с духом... Что тут получится? Вы не можете определить духовные вещи с помощью своего физического тела. А такая духовная сила, как вера, может и будет влиять на ваше физическое тело до такой степени, что вы сможете ее чувствовать. Но поскольку это не физическая сила, вы не пытаетесь определить ее, прибегая к помощи своего физического тела или прибегая к помощи своего разума. Это духовная сила, и она исходит из вашего духа. И для того, чтобы определить ее, вы используете свои духовные чувства, чувства своего духа. И, конечно же, вам нужно научиться это делать. Но давайте пойдем немного дальше. Вера является материалом, материализацией того, на что мы надеемся, и доказательством невидимого, того, что вы пока еще не можете видеть. Это творческая, созидающая сила Божья. Если брать физическое тело, то вы едите физическую пищу, которая становится частью вашего физического тела, производя физическую силу, силу, которая называется крепостью. Именно так она и называется. Вы питаете себя в умственном плане. Вы принимаете умственные решения в отношении умственных вещей. И чем они более сложные, тем больше для этого требуется умственной силы. но это умственная сила или крепость. Это не вера. Это умственная сила. И она называется силой воли. Я слышал, как люди говорили, ну, он исцелился просто благодаря силе воли. Нет, нет. Сила воли вас не исцелит. Она может в какой-то степени повлиять на ваше физическое тело и повлияет. Но божественная исцеляющая сила Божья не в вашей воле. Послушайте. Ваше тело питается физической пищей. Это физическое тело. Это плоть. И она производит физическую силу. Ваш разум питается умственной пищей. И она производит умственную силу, которая называется силой воли или даже интеллектуальной умственной силы. А дух питается духовной пищей, которой является Слово Божье. Вера приходит от слышания о слышании от Слова Божьего, и она производит духовную силу, называемую верой. Аминь. Теперь вы можете понимать, как все устроено. Вот почему нам нужно опираться на Писание в нашем мышлении, в наших словах, в наших действиях, с нашим физическим телом. Дух, душа, которая состоит из вашей воли, вашего разума и ваших эмоций, и ваше тело. Поставьте тело на последнее место. Ваш разум является связующим звено между вашим телом и вашим духом. А ваш дух соединен с Богом и знает истину, и ходит в истине. Если вы вадимы духом, что означает не просто быть вадимым духом святым, дух святой ведет ваш дух, который направляет вашу душу и тело. С этим теперь все ясно. Вам нужно размышлять над этим. Уделяйте время тому, чтобы слушать это, чтобы молиться об этом, чтобы исследовать Слово Божие насчет этого. Аминь. И развивать откровение об этом. Я говорил вам вчера, если у вас нет практического откровения о том факте, что вера это материал, материя, вера это духовная материя, и духовная материя дает рождение материальной материи. Материальная материя не дает рождение духовной материи. Вера является материализацией того, на что мы надеемся, и доказательством невидимого. когда Бог сказал, «Да будет свет», проявилась физическая материя. Это физическая вселенная. И именно сила веры и дала материальную материю, сотворила ее и привела ее к существованию. Физическая, естественная материя, которую мы можем видеть и чувствовать, трогать, осизать и обонять, не является самой реальной. Она является сотворенной. Самым реальным является Творец. Иисус сказал, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». В Его Слове. Это не значит, что Он не имеет никакого облика и формы. Это не значит, что Он представляет собой какой-то плавающий объект или что-то еще. Нет, нет, нет. Абсолютно нет. Изучите в Библии этот вопрос, и вы увидите, что Библия, говоря о небесном отце на небесах, говорит о Его лице, говорит о Его руках, говорит о Его форме, Его теле. Аминь. Но оно не было сотворено из этого естественного физического тела, поскольку такое тело было сотворено, чтобы быть использованным на земле. Иисус, Бог явленный во плоти. Слава Богу. Вам нравится Слово Божье? Безусловно. Безусловно. что такое вера? Вера – это духовная сила. Вера – это творческая, созидающая сила Божья. Вера является материализацией того, на что мы надеемся. А что такое страх? Страх был верой Адама. Когда Адам согрешил, он отделил себя от Бога. Но люди не могут. Послушайте меня. Человеку невозможно отсоединиться от Бога и отсоединиться ото всех остальных духовных источников и быть самому себе Богом и быть самому по себе. такого не может произойти. Такого не то, что не произойдет. Такого не может произойти. Как только Адам в духовном плане отсоединился от Бога, он сразу же был соединен с Сатаной. Сатана стал духовным главой человека. Сатана не годится на то, чтобы быть духовным главой человека, поскольку он ангел, он ниже Бога. Внутри Адама по-прежнему оставались все эти духовные силы. Вы слушайте меня сейчас. Внутри него по-прежнему была его вера. вера, любовь, радость, благость, кротость, доброта, воздержание. Все эти духовные силы по-прежнему находились внутри духа Адама. Они по-прежнему были там, по-прежнему функционировали, по-прежнему действовали. Однако они были от соединены от Бога и подключены к сатане. И теперь смерть, духовная смерть, которая означает от соединения от Бога, теперь Адам был подключен к сатане. И Адам послушайте меня сейчас, поскольку, говорю вам, возможно, вы никогда раньше такого не слышали. Адам не просто копировал сатану. В тот момент, когда он соединился с сатаной, сатана был бессильным. У него ничего не было. Он был изгнан с небес. Он потерял все свое помазание. вся его мудрость была погублена. Все, что у него было, было погублено. Он черпал от Адама. Адам был Богом этого мира. У Адама была власть благословлять всю эту планету, и у него была соответствующая духовная сила. Но теперь он соединился с дьяволом. Дьявол забрал у него его власть и силу. Теперь дьявол стал Богом этого мира. И теперь Адам подчинялся ему. Слово Божие говорит в 14-15 стихах 2-й главы послания к евреям, что из-за страха смерти он всю жизнь был подвержен рабству. Он был привязан к этой смерти, привязан к немощам и болезням, привязан к долгам, недостатку и всем этим силам. Он был привязан к этому. Позвольте мне показать вам кое-что в 54-й главе Исаии. В 53-й главе Исаии Бог сверхъестественным образом описывает распятие Иисуса и Его воскресение из мертвых. А в 54-й главе Исаии идет Божье сверхъестественное описание тела Христова. И он говорит, «Ты утвердишься правдою или в праведности, будешь далека от угнетения». Помните, «Как Бог духом святым и силой помазал Иисуса из Назарета и он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых или угнетаемых дьяволом». Немощь, болезнь, смерть, долги, все это является сатанинским угнетением. «Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего». Страх был и по-прежнему является духовной материализацией немощи, болезней, смерти, сомнения, неверия, всех этих вещей. Страх это материализация того, чего мы не желаем, того, чего мы не хотим, тогда как вера является материализацией того, на что мы надеемся. Страх является духовной силой. Это разрушительная сила сатаны. И он является материализацией того, чего мы не желаем. И вот, что я хочу, чтобы вы здесь поняли. Страх это духовная сила. Первоначально он был верой Адама. Именно так он и попал в этот мир. И он следует тем же самым духовным законам, которым следует вера. он не может делать что-то другое, поскольку на земле нет законов сатаны, а есть только законы Бога. Сатана просто перекрутил, исказил их. Слово нечестивый как раз и означает перекрученный, искаженный. Вы когда-нибудь видели плетеную мебель? Плетеная это что-то перекрученное. Отличительной чертой плетеной мебели является то, что она сделана из скрученного материала. В английском языке слово нечестивый происходит от того же самого корневого слова, которое означает перекручивать. Она была перекручена, чтобы двигаться в противоположном направлении. И отсюда происходит слово нечестивый. Нечестивые мысли, нечестивые духовные силы, нечестивые вещи. Сомнение неверия грех это нечестивость. Немощ это нечестивость. Болезнь это нечестивость. Она пришла из нечестивого источника. И страх работает под тем же самым законом веры. Послание к римлянам 10 17. Вера приходит от слышания, а слышания от слова Божьего. Страх приходит от слышания и слышания лжи дьявола. Так оно и происходит. Вера высвобождается, когда мы называем несуществующие как существующие. Страх высвобождается, когда мы называем несуществующие как существующие. Он работает и действует точно так же. Вера действует любовью. любовь изгоняет страх. Любовь совершает веру. Вера соединена с любовью. Бог есть любовь. А страх соединен с сатаной. И он производит смерть. Слава Богу. Итак, применена вера. Иисус сказал. Давайте откроем и посмотрим это. В одиннадцатой главе Евангелия от Марка Иисус сказал, имейте веру Божью. Если вы посмотрите другие переводы, то там говорится, имейте веру Бога. Или сегодня мы бы сказали так, используйте веру Бога. Это то, как работает вера Бога. Ибо истинно говорю вам, если кто, так что каждый может использовать веру, каждый может использовать веру Божью. Она доступна нам. Бог высвободил ее с небес на землю для нас. Она наша, чтобы мы использовали ее. Если кто скажет горе сей, и он говорит не только о духовной горе, Иисус говорил о физической естественной горе. В одном из других Евангелий Он сказал, вы сделаете не только то, что было сделано со смоковницей, но скажете и горе. Аминь. Так что Он говорит здесь о физических вещах. Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Имейте веру Божью. Ее может иметь каждый, и каждый, кто будет использовать ее, и скажет горе сей, поднимись и вернись море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, послушайте, поверит, но поверит, но поверит, верить, это слово действия, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Во что мы верим? Мы верим, что наши слова сбудутся. Наполненные верой слова сбываются. наполненные страхом слова сбываются. Именно поэтому беспокойство так опасно. Вы думаете об этом, и вы беспокоитесь об этом, так что вкладываете это в свои уста, и вы начинаете говорить о том, о чем вы беспокоитесь, или чего вы боитесь. Вы начинаете говорить об этом, как о чем-то, что уже сбылось. Я знаю, что я потеряю свою работу. Они говорили о том, что собираются сокращать людей, и мне, как всегда, не повезет, они меня тоже сократят. Вам достаточно повариться в этом несколько дней, и вы начнете планировать, что вы будете делать, когда потеряете свою работу, и вы начнете спрашивать у людей о другой работе. У вас нет никаких идей насчет того, куда бы я мог устроиться на работу, а вас пока еще никто не сокращал, но вы говорите об этом, вы думаете об этом, и вы начинаете говорить об этом так, как будто вы уже потеряли свою работу. Вы называете несуществующее, как существующее. И я вам гарантирую, страх является материализацией потери работы. Именно так это и работает. Это не может работать по-другому. Это законы Божьи, и они работают. И когда они перекручены, и вы используете их против самих себя, тогда вмешивается дьявол, и он будет использовать это в отношении вас. И вы соединились с ним, и он позаботится о том, что вы потеряли свою работу. Но вы можете начать говорить, знаете, я говорю этой горе сокращения. Нет, нет, ты не придешь в мою семью, слава Богу, нет. Я говорю вам прямо сейчас, у меня есть Божье благоволение. Я не буду тем, кого сократят. Я буду тем, кому повысит зарплату, слава Богу. Почему? Говорю вам, очень возможно, что мне повысит зарплату в то время, как остальных сокращают. Со мной всегда так получается. Со мной каждый день всегда так происходит. Слава Богу, аминь. Я не беспокоюсь, я не боюсь. И я говорю эти вещи, потому, что я люблю Бога, и Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса, и у меня на этот счет есть слово Бога, хвала Господу. И именно так вы и высвобождаете свою веру. Вы высвобождаете веру точно так же, как вы высвобождаете страх. Вы высвобождаете страх точно так же, как вы высвобождаете веру. Когда вы начинаете говорить Богу о том, как сильно вы его любите, как сильно вы к нему стремитесь, как много для вас значит его слово, и по мере того, как вы это делаете, вы любите своего ближнего, как самого себя. Страх вынужден уйти. Страх — это неверие. Всякое неверие — это страх. И всякий страх — это неверие. Он производит неверие. Именно это он и делает. Когда присутствует страх, страх будет заражать веру. Я попросил Господа, «Господь, покажи мне, как бы я мог проиллюстрировать это для людей, так, чтобы они могли хорошо себе это мысленно представить». Я помолился об этом с утра, и в тот день мы поехали с Глорией пообедать. И мы сидели в ресторане. Я повернулся и посмотрел в сторону парковки. И в духе я вдруг увидел это видение. Я увидел стопу того человека. Это была где-то вот такая стопа. Я мог видеть лишь где-то такую часть его большеберцовой кости, движущуюся вверх. А так это была просто большая босая нога с торчащими вот так пальцами. И я увидел маленькую занозу, очень маленькую крошечную занозу, прямо рядом с этой стопой. И вот эта заноза вонзилась в его стопу. И через несколько дней она начала инфицироваться и нагнаиваться. И теперь все, о чем тот человек мог думать, так это об этой занозе в его стопе. Вдруг его стопа стала самой важной частью всего его тела. Вторая нога, руки и все остальное прекрасно функционировало. Но он мог думать только о своей стопе. Кто-то должен достать эту занозу из моей стопы. Ее нужно оттуда достать. Я должен достать ее из своей стопы. Это то, что делает страх со всем остальным вашим телом. Спустя несколько дней, на этом я и закончу, ко мне подошел один из моих партнеров. Он пожарник. Он сказал, Копланд, я хочу, чтобы вы знали, что моя операция и все, о чем мы молились... Я сказал, да. Он сказал, все прошло отлично, слава Богу. Я спросил, зачем нужна была эта операция? Он ответил, на пожаре я наступил на гость. Он проколол мой ботинок и вошел в стопу. Я вытащил его оттуда. Но позже выяснилось, что гвоздь-то вышел, но внутри моей стопы он оставил маленькую щепку. В итоге, из-за нее я начал хромать. Это была точная иллюстрация того, что Бог показал мне в духе. Он сказал, Она сидела в моей ноге 10 лет. Во многих людях страх сидит по 10, 15, 20, 25, 50 лет и побеждает. Подавляет каждую их мысль, каждое слово. И вы видите что-то в Слове Божьем, но ваш разум говорит, я не представляю, как со мной может такое произойти. Я этого не понимаю. Это работа духовной силы страха. Но когда вы приводите в действие духовную силу любви, тогда вера действует любовью. И вы говорите Богу о том, как сильно вы его любите. И я знаю, как сильно ты любишь меня. Ты отдал себя за меня. И я люблю свою жену. Я люблю своих детей. И я говорю слова любви. Я говорю слова любви. Вера приходит. Вера работает. Слава Богу. И страх уходит. Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С начала этой недели мы начали изучать тему веры. Вера – это духовная сила. Это творческая, созидающая сила всемогущего Бога. И она является материализацией того, на что мы надеемся. Отец, мы прославляем и благодарим тебя сегодня. Мы так жаждем узнавать и понимать больше. Твое слово говорит, что тебе невозможно угодить без веры. И поскольку желание нашего сердца угождать тому, кто спас нас и отдал себя за нас, мы просим тебя помочь нам, Господь, узнавать больше о вере, жить и ходить верой, потому что это угождает тебе. Мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова прочитаем 11 главу послания к евреям. Вера же есть осуществление, материализация ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней, в вере, свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Или другими словами, то, что мы можем видеть. Этот естественный материальный мир был сотворен не из того, что вы можете видеть. Вы можете видеть результаты, но вы не можете видеть того материала, из которого это было сотворено, которым является вера. Поэтому никогда не говорите, что Бог сотворил небо и землю из ничего. Нет. Этим материалом была вера. Мы уже об этом читали. Итак. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. «Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его». И послушайте дальше. «Потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вот это свидетельство. Настолько угождать Богу, что Бог в конце концов просто говорит, «Поднимайте сюда, я без тебя не могу». Слава Богу, мне это нравится, а вам? А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И мы также задаем вопрос. Что такое страх? Страх – это духовная сила. Страх – это разрушительная сила сатаны. Страх является материализацией того, чего вы не желаете. И поскольку страх пришел на эту землю как вера, это была вера Адама, просто она была перекручена и направлена в противоположном направлении. А вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера приходит, но потом в мир вошел грех, и вера Адама стала страхом. Вместо того, чтобы прийти к Богу, он убежал от Бога. Это важно отметить. И давайте сделаем следующий шаг в этом направлении. Как работает вера? Нам нужно практическое знание о вере. Знаете, если вы узнаете, как что-то работает, откуда оно приходит, и что питает и развивает это, то вы уже куда-то продвинулись, даже несмотря на то, что на данный момент ваша вера, возможно, будет не особо сильнее, чем она была до того, как вы получили эту информацию. Но если вы знаете, откуда она приходит, и вы знаете, как получить ее, что ее питает и что ее развивает, как она работает, тогда ничто не мешает вам идти и развивать вашу веру. Ну, может, Бог не хочет, чтобы у меня была такого рода вера. Это просто ложь из ада. Просто полная ерунда. Поэтому просто забудьте все эти религиозные представления. Ну, брат Копплант, я просто не получил такой веры. Вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя? О, да. Вы рождены свыше? О, да. Но я просто не получил такой веры, какая есть у вас. Подождите. Вы говорите, что могут быть духовные врожденные дефекты и пороки? Что ж, Слово Божье говорит, что мы рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Вы говорите мне, что вы были рождены свыше от Слова Божьего, но в вашем случае Слово Божье ошиблось, и вам ее не хватило. Вы уже можете видеть, что это полный религиозный абсурд, так что просто забудьте об этом. Отбросьте это и больше даже никогда об этом не думайте. В этом-то и проблема. Люди, которые знают Иисуса как Господа и Спасителя, если это вы, то у вас есть вера, поскольку вы приняли его именно верой. И эта вера была вложена в ваш дух, чтобы вы ею верили Богу, чтобы вы ею приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. И она не ушла в тот момент, когда вы спаслись. Нет, эта вера по-прежнему в вас. Аминь. Библия заявляет это, и мы еще поговорим об этом. А пока давайте поговорим об этом с такой точки зрения. Фактически, давайте обратимся к Евангелии от Матфея. Мы читаем об этом во всех Евангелиях. От Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна. Вы видите в разных местах, где Иисус использовал это. Но мы просто разберем этот конкретный случай. Иисус учит в 6 главе, Евангелии от Матфея. И он говорит, «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас». Подождите минутку. Иисус здесь сказал, что Бог желает одевать вас еще лучше Соломона и всего его богатства. Именно это он и сказал. Вернитесь назад и прочитайте это еще раз. Нет, брат Копланд. Он сказал, что оденет как траву полевую. Что ж, по крайней мере, вы правильно поняли хотя бы эту часть. Давайте вернемся и посмотрим, что он сказал. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Если же траву полевую, Бог так одевает. Там не говорится, если же Бог так одевал Соломона во всей его славе. Иисус сказал, если же траву полевую, Бог так одевает. Которая, как он сказал, больше славы Соломона, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, коль ми паче вас, маловера. В греческом здесь стоит слово «маленькое», имеющее маленькую веру. Поначалу это звучит смешно, но... И это хорошее слово. Именно это нам и нужно увидеть. Если вы вошли в комнату, и там сидят двое детей, вы их не знаете. Они оба выглядят очень мило. Они оба хорошо одеты. И насколько вы можете судить, они вполне нормальные дети. И вы говорите, какие хорошие дети. И они оба практически одного размера. Примерно одинакового веса, одинакового роста. И вы спрашиваете, «Сколько вам лет?» Один из них отвечает, «Мне семь». А второй, «Мне тринадцать». Сколько? Вы оба примерно одного размера, одного роста, одного веса. В чем же тут дело? Одному из вас семь, а второму тринадцать. Почему ты такой маленький? Вам он казался нормальным до тех пор, пока вы не узнали, сколько ему лет. Он казался нормальным до тех пор, пока вы не поняли, «Эй, с ним что-то не так. Он должен быть намного больше. Он такой маленький». А почему он маленький? По какой-то причине он не вырос. Один из них, такого размера, какого он и должен быть. То есть он естественного, нормального роста и веса. Он растет так, как и должен расти. Но второй ребенок не растет. Он не развит. Он маленький. И именно это слово Иисус здесь и использовал. Он использовал его, когда они попали в те бури на Галилейском море. Он сказал, «Маловерные». Он использовал его, когда они не смогли изгнать беса. Это не то, чтобы у них не было такой силы власти, поскольку он дал им такую силу и власть. Иисус был тогда на горе, где он преобразился. Затем он спустился с нее, а ученики не могли там изгнать этого беса. И все из-за своей неразвитой веры, своей маленькой веры. Это очень важная информация. Так как же тогда, брат Копланд? Я знаю, я буду молиться. Я скажу, «Господь, моя вера маленькая». Она не развита. Она не делает того, что должна делать. Ну, с одной стороны, это хорошо. Поэтому больше никогда, 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 вы понимаете? Больше никогда не приходите к Богу и не заявляйте, что Он ничего не делает. Ты не поступаешь правильно по отношению ко мне. Ты должен исцелять меня. Ты должен делать меня процветающим. Ты должен делать то, ты должен делать это. Ты не прав, тебе следует. Нет, нет, нет. О, Господь, я просто не понимаю, почему Ты меня не исцелил. Ты исцелил их, Ты сделал процветающими их. А почему я не получаю? О, Боже. Теперь вы жалеете самих себя. Никогда не жалейте себя. Это грех. Это неправильно. Никогда этого не делайте. Все это будет работать против вашей веры. И в конечном итоге ваша вера будет еще более маленькой, чем она была до того, как вы это начали. В основе всего этого лежит страх. Лучше придите к Богу и скажите, «Господь, я знаю, что Ты обеспечил все это во Христе Иисусе. Я знаю, что ранами Его я был исцелен. Я знаю, что все мои нужды восполнены по Твоему богатству и славе. Знаешь, должно быть, здесь что-то не так со мной. С Библией все в порядке. С Духом Божьим все в порядке. С кровью Иисуса. С именем Иисуса все в порядке. С ангелами все в порядке. Здесь что-то не в порядке со мной. Маленькая вера. И что же мы будем здесь делать? «О, Господь, умножь мою веру». Вот до этого момента у вас все шло очень даже хорошо. И я понимаю, это все потому, что вы пока еще не до конца знаете, как она работает. Но давайте узнаем, правильно ли это будет. Что говорит об этом Иисус? Опять же, позвольте мне вам сказать, что Библия это книга веры. Она о вере. Она зависит от веры. Все обетования Божьи зависят от веры. Вера является духовной созидающей силой, которая заставляет несуществующее проявляться в этом естественном физическом мире. Духовная сила веры переносит это из мира Духа в естественный мир. Духовная сила веры переносит это с небес на землю. Вера является духовным катализатором законов Божьих. Давайте обратимся к Евангелии от Луки. Матфея, Марка и 17 глава Луки сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном или обидом. Но горе тому, через кого они приходят. О, Он завладел их вниманием. И Он говорил им о том, что действительно их взбудоражило. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Иисус говорил им о прощении. Он сказал, наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратиться, и скажет, каюсь, прости ему. Они сказали, о, как это возможно. Господь, умножь нас веру. господь сказал, если бы вы если бы вы имели веру зерно горчичное, в данном случае он не говорит о вере как о чем-то маленьком. Это правда. Не требуется много веры, поскольку вера является могущественной, могущественной духовной силой. и даже немного веры сокрушит все, что есть у дьявола, если только она не была заражена страхом. И об этом мы тоже еще поговорим. Мы к этому подойдем. Но обратите внимание на следующее. Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Давайте не поверхностно, а чуть глубже проанализируем это местописание. Если бы вы имели веру, давайте скажем так, если бы вы имели веру и вы хотели бы, чтобы она росла, то это точно так же, как если бы вы имели зерно горчичное и хотели бы, чтобы оно росло, теперь вы уже знаете, что от вас потребуется делать с любого рода семенем, будь то зерно горчичное или любое другое семя, если у вас есть семя и вы хотите, чтобы оно росло, что вам придется сделать? Вам придется посеять его, вам придется культивировать его, вам придется поливать его, вам придется следить за ним, заботиться о нем, пропалывать сырники, вам придется сеять, вам придется сжать. Другими словами, вы должны привести в действие все законы, которые управляют семенем. не закрывайте пока это место, потому что мы еще к нему вернемся, это очень важное место. Давайте обратимся к Евангелии от Марка. Матфея, 4 глава, Марка. Иисус снова здесь учит. И давайте посмотрим, что Он здесь говорит. 30 стих. Чему подобим Царство Божие? Или какое притчу изобразим Его? Позвольте у вас кое-что спросить. Вера, о которой мы говорим. Иисус сказал в Евангелии от Марка 11, 23. «Имейте веру Божью». Мы говорим о вере. Верно? Мы говорим о духовной силе. Мы говорим о творческой, созидающей силе Бога. Мы говорим о вере, которая является материализацией того, на что мы надеемся. Аминь. Итак, вера от Царства Божьего. Вера приходит от Бога. Или же это что-то, что приходит от людей? И вы знаете на это ответ. Вера от Бога. Тогда чему мы уподобим веру? Чему мы уподобим Царство Божье? Поэтому все в Царстве Божьем, все приходящее от Царства Божьего, любовь, радость, мир, благость, вера, кротость, воздержание, все это, слава Богу, действует и функционирует по законам Царства Божьего. Чему уподобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное. Теперь вы понимаете. Видите, он уже учил их об этом зерне горчичном. Это уже было в их мышлении. Когда они попросили его, умножь нашу веру, в Евангелии от Луки 17, 6, это уже было в их мышлении, поскольку, видите, Иисус уже приводил им это сравнение и использовал эту иллюстрацию. Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит. Оно растет и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Итак, они уже это слышали, они уже это знали. Он уже, вероятно, учил их этому много раз, больше, чем один раз. И давайте вернемся сюда, и мы сможем понять, из чего он исходит. Они попросили «Умножь нашу веру». Он сказал в Луки 17, 6, «Если бы вы имели веру подобно зерну горчичному» и сказали... Он добавил к этому другой аспект. Он сказал, что все Царство Божье подобно сеянию горчичного зерна. И он сказал, «Если бы вы имели веру подобно зерну горчичному, о котором я вам говорил, чтобы посеять его... Но... Ага. И вот как вы сеете веру, и она будет всходить и становиться. И сказали... Смоковница, сей! Исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Я читал это годами и просто автоматически думал, «Да, это дерево послушается вас». Нет, нет. Иисус говорил не о смоковнице. Он говорил о вере. В конечном счете, смоковница послушается вас, поскольку именно вы высвободили веру. Но, по сути, она послушается вашей веры. Кто-то может спросить, «Эй, кто взорвал эту машину?» Ему отвечает он. Нет, в действительности не он. Он заложил в машину бомбу, привел эту бомбу в действие, и машина послушалась бомбы. Ага. Но ответственным является тот человек, который посеял бомбу и привел ее в действие. Аминь. Итак, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, «Пойди, скорее садись за стол», или «Пойди, возьми себе что-нибудь поесть». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать» и, подпоясавшись, «Служи мне». В этом-то и вся суть того, о чем учил их Иисус. Если бы вы имели веру, подобно тому зерну горчичному, о котором я вам рассказывал, то вам нужно ее посеять. Если вы посеете веру, она будет расти. И вот как вы сеете веру. Вы говорите данному объекту. Вы говорите и принимаете. Вы говорите. Вы высвобождаете веру говоря. Вы высвобождаете веру говоря слова вера. И дальше. Исторгнете пересадить в море, то она, вера, послушалась бы вас. Если ваша вера маленькая, ваша вера слушается вас. Но пока что она еще недостаточно сильная, недостаточно крепкая. Пока что она просто семя. Она еще недостаточно сильна для того, чтобы исторгнуть это дерево и бросить его в море. Не сдавайтесь, не отступайте. Вернитесь к Слову Божьему. Иисус начал это учение со слов «Сеятель Слово сеет». Вернитесь к Слову Божьему, размышляйте над Ним и изучайте его. Именно об этом мы и будем завтра говорить. И просто продолжайте говорить это и благодарить Бога. Говорить это и благодарить Бога. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вера растет, вера применяется. Это дерево постепенно выкорчевывается, слава Богу. В одно прекрасное утро вы придете туда и увидите это дерево в воде. Увидите, как его носит в море, и вы подумаете «Слава Богу!» Вы только посмотрите, как это произошло. А это произошло потому, что вы просто продолжали применять свою веру. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я читаю из Библии Бог нелицеприятен Мне все равно, что вы сделали в прошлом Ваше спасение не зависит от того, что вы сделали Ваше спасение зависит от того, что сделал Иисус И оно зависит от того, принимаете ли вы Его Он уже принял вас Слово Божие говорит, что Он не против, кого ничего не держит Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых То спасешься Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится Всякий Аминь Итак, я дал вам эти слова Теперь вы примите сейчас решение и скажите Я выбираю верить этому Я помолюсь братом Копполным этой молитвой Молитесь ей громко, чтобы вы могли себя слышать Отец Небесный Я верю всем своим сердцем Что Иисус воскрес из мертвых Я верю, что Он умер за меня Я принимаю это Иисус, войди в мое сердце Я каюсь в своем прошлом Я каюсь во грехе Пожалуйста, наполни меня Твоим Духом Святым Я принимаю мое спасение Мое прощение и мое очищение Я христианин Я спасен Аллилуйя Если вы помолились сейчас со мной этой молитвой То напишите мне по адресу Который вы видите на экране Дайте мне знать, что вы помолились этой молитвой И я бесплатно вышлю вам этих несколько небольших книг Чтобы помочь вам начать изучать Библию А также я вышлю вам этот маленький простой буклет Который расскажет вам Как изучать Библию Слава Богу, вы сможете нагнать всех нас Ваша вера сейчас активная Она сейчас в вас Позвоните и расскажите кому-нибудь Что вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя До завтра и помните, что Иисус Господь Здравствуйте, добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Твое Слово Мы благодарим Тебя за наших телезрителей Мы так рады собраться вместе и говорить о Твоем Слове Твоем имени, Твоей крови, Твоей силе И непосредственно сегодня о Твоей вере И мы благодарим Тебя за это Мы принимаем откровения с небес Во имя Иисуса Аминь Аллилуйя Слава Богу Давайте обратимся к посланию к евреям Мы говорим о вере И сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы иметь веру в свою веру Верьте в нее Верьте в свою веру Не ходите и не говорите о том, как Бог не дал вам достаточно веры И что у вас не такого рода вера Ну я просто не могу так верить и тому подобное По мере изучения данной темы Вы узнаете, что эта сила страха заставляет вас думать таким образом Мы отождествляем страх с испугом А испуг Это побочный продукт страха Но работа страха не сводится просто к тому, чтобы испугать вас Нет, нет Нет, дух страха и дух антихриста Или антипомазания И помазание Божие снимает бремена и уничтожает ермо А дух страха и дух антихриста Это одна и та же личность И его работа сводится к тому, чтобы останавливать помазание Страх это противодействие вере Страх порождает неверие И это его работа разрушает ту веру Которую дал вам Бог И мешать вам подключаться к этому помазанию Которое снимает бремена и уничтожает ермо Которое, между прочим, изгоняет его из вашей жизни И он больше не может там действовать И у него нет никакого права ни на вас, ни на то, что у вас есть Или что вам нужно Аминь И для него это очень опасно Он является духом страха Он самое боязливое существо С которым вы когда-либо имели дело Он просто смертельно вас боится Слава Богу Итак Верьте в свою веру 12 глава послания к евреям Посему и мы Имея вокруг себя такое облако свидетелей Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех И с терпением Будем проходить предлежащее нам поприще Взирая на Иисуса На кого мы смотрим? На Иисуса Он Начальник и Совершитель Или тот, кто развивает нашу веру Если вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни Тогда я хочу, чтобы вы знали Что Дух Живого Бога Дал вам веру и благодать Принять Иисуса Как своего Господа и Спасителя Поэтому никогда не принижайте эту веру Она внутри вас И она победила весь ад Слава Богу Это вера Иисуса Он дал ее вам Это драгоценный дар Не принижайте ее Не умоляйте ее Проблема всего лишь в том, что она маленькая в вашей жизни Мы читали вчера об этом Иисус неоднократно повторял это в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна И Иоанн говорил Мало веры Если вы посмотрите То это греческое слово означает маленькое То есть она хорошая, она работает Только она не растет так, как ей следовало расти Библия говорит Возлюбите чистое молоко Слова Божьего Дабы от него возрасти Младенцы-христиане растут на молоке Слова Божьего Слава Богу Мы переходим на твердую пищу Слова Божьего И ваша вера ухватится за него И будет расти и становиться большой и сильной Аллилуйя Когда вы будете ее применять Когда в 17 главе Евангелия от Луки Ученики пришли к Иисусу и сказали Господу Умножь нашу веру Иисус сказал Если бы вы имели веру подобно зерну горчичному Помните, мы говорили вчера Что в 4 главе Евангелия от Марка Иисус сказал Учать тех же самых людей Тех же самых людей, которые попросили Его Господь умножь нашу веру Он уже сидел с ними, уча их после служения Он проповедовал о том, что сеятель сеет Слово И он служил И люди исцелялись И так далее И после этого Ученики пришли к Нему И попросили Господь, научи Объясни нам это И там сказано, что Он ничего от них не утаил Он все полностью им объяснил И послушайте дальше Чему подобен Царство Божье? Или какую притчу изобразим Его? Мы знаем, что Ваша вера является верой Царства Поскольку она пришла от Царя Аминь? Сам Царь является автором И тем, кто развивает нашу веру Слава Богу Поэтому просто остановитесь сейчас и скажите О Господь, большое Тебе спасибо за этот дар, который Ты мне дал Ты дал мне Твою веру, чтобы я ей спасся Исцелился, освободился и жил ею Жизнь праведного будет поддерживаться верой Слава Богу Ты дал нам такой удивительный дар Итак Какой притчей изобразим Его? Оно Как зерно горчичное Которое Когда сеется в землю Есть меньше всех семян на земле Иисус выбрал для этого сравнения Самое маленькое семя То есть все остальное Будет начинаться с чего-то большего Вы могли сказать Ну, у меня самая маленькая вера Что ж, это будет вера с горчичное зерно Слава Богу Аминь Как зерно горчичное Которое Когда сеется в землю Есть меньше всех семян на земле А когда посеяно Оно растет Это гарантированно Все, что приходит от Царства Божьего Подпадает под духовный закон Сеяния и жатвы Все Любовь Радость Мир Благость Кротость Доброта Все духовные силы Бога Все, что имеет какое-то отношение к Царству Божьему Подпадает под правила сения и жатвы А значит, оно будет расти Скажите громко Оно будет расти Просто избавьтесь от всякого сомнения насчет этого Даже если это ваша вера Не вы были ее автором Она пришла от Иисуса И он здесь сказал, что она будет расти Хорошо А когда посеяно Всходит и становится больше всех злаков И пускает большие ветви Так что по тени его могут укрываться птица небесная Ваша вера вырастет достаточно большой Слава Богу Чтобы позаботиться обо всех ваших нуждах И другие люди смогут покоиться в ее тени Слава Богу Вы можете использовать свою веру, чтобы приносить освобождение другим людям Аминь Давайте теперь вернемся к 17 главе Евангелия от Луки И посмотрим, что сказал об этом Иисус Если бы вы имели веру подобно зерну горчичному И они уже это слышали Они сказали О, да О, да Чему подобен Царство Божье Да, Он сказал, что оно подобно зерну горчичному И когда оно посеяно О, я понимаю, что я должен делать Если я хочу умножить свою веру Тогда мне придется ее посеять Верно, Господь? Да, ты понял это Но мы теперь пойдем немного дальше Хорошо, Господь Как я ее сею? Как я? Как я сею то, чего не могу видеть? Я не могу ее чувствовать Где она? Она в твоем духе Хорошо Как я? Как я ее сею? Как я? Ну, хорошо Если бы вы имели веру подобно зерну горчичному И сказали Итак, вот как вы сеете веру Вы сеете веру Вы высвобождаете веру Вера работает благодаря тому, что вы называете несуществующее, как существующее Благодаря тому, что вы высвобождаете слова из своего духа, а не просто из своего разума Вы должны принять решение и целенаправленно в это верить Я верю Слову Божьему Ну, брат Копланд, я верю, что вера приходит, растет и развивается вследствие великих трагедий, испытаний и искушений Неужели? О, да, да, я верю, что именно это и приносит веру Если бы так оно и было Все на земле были бы гигантами веры Нет, что вы делаете и как вы поступаете в этих испытаниях и бедствиях И определяет Будет ли это развивать вашу веру Или нет Это не будет ее развивать, если вы не будете ее высвобождать И это определенно не будет ее развивать, если вы продолжаете высвобождать страх Поскольку страх является противоположной силой И он будет сводить веру на нет Он будет просто полностью выталкивать ее со сцены И вот та часть, на которой мы и должны сегодня сосредоточиться И сказали смоковнице сей Исторгнись и пересадись в море То она Не смоковница Не концентрируйтесь на смоковнице Здесь она Это вера Ваша вера Послушалась бы вас Почему мы знаем, что он так говорит? Потому что в следующем стихе он говорит Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего По возвращении его с поля скажет ему Пойди скорее и сади за стул Напротив, не скажет ли ему Приготовь мне поужинать и подпоясавший служи мне Пока буду есть и пить И потом ешь и пей сам Он говорит о вере, как о вашем слуге Бог дал вам свою веру, чтобы она служила вам Чтобы она принимала От него Ваша вера будет работать в поле Кормя скот, собирая урожай Ваша вера будет работать в доме Готовя еду, готовя вашу физическую еду Говорю вам Вера принесет все, что вам нужно Вера Это слуга Которого Бог дал вам, чтобы он вам служил Это сила небес Слава Богу Это сверхъестественная сила небес Ну, брат Копланд Я проговорил к этой смоковнице Но она не послушалась меня Откуда вы знаете? Ну, смоковница не сдвинулась с места Позвольте мне у вас кое-что спросить Иисус говорит о том, чтобы высвобождать таким образом веру Он не сказал, что если вы будете иметь веру Тогда смоковница сразу же поднимется и уйдет Нет, вы сами встроили это в свое мышление Ну, когда Иисус говорил Конечно же, когда Иисус говорил Разве вы не согласитесь, что он, вероятно, лучше развит вере, чем вы и я Мы работаем над этим Верно? Слава Богу И мы можем быть такими, как наш Господь Мы можем ходить в этих вещах, будучи так же развиты, как был развит Он Вы не разовьетесь больше Него Но дела, которые творил Он, и мы сотворим, слава Богу Поэтому эта способность доступна нам Поскольку мы рождены от Его Духа И у нас есть та же самая вера Проблема в том, что большинство людей, во-первых, не знает, как она работает А затем, когда вы немного об этом узнаете Вы позволяете своему разуму отговаривать вас от этого Почему я никогда не мог иметь такой веры? Когда вы так мыслите, присутствует страх Именно страх и заставляет любого так мыслить Особенно, когда вы уже прочитали в Библии Как Иисус говорит как раз противоположно этому Вот тогда-то вы знаете, что присутствует страх Вы тут же останавливаетесь и обращаетесь к первому посланию Иоанна 4,18 В любви нет страха Но совершенная любовь изгоняет страх Боящийся несовершен в любви Или не развит в любви Вы тут же останавливаетесь и говорите Потому что, понимаете, вера действует любовью Аминь? Вера действует любовью Любовь – это сила, стоящая за верой Поскольку у Бога есть вера Но Бог есть любовь Вы следуете за ходом моей мысли? Бог есть любовь У Него есть вера Но Он есть любовь И любовь – это жизнь Любовь – это сила Любовь – это Творец Любовь есть Бог И Бог есть любовь Аллилуйя И Он излился в сердца наши Духом Святым Он в нас Он осуществляет Он созидает, слава Богу И учит вас Так, чтобы ваша вера могла развиваться И вы возрастали в Него Как и Иисус И затем вы говорите к этой смокомнице Хорошо, что я должен здесь делать? Господь, я просто не понимаю Почему, когда я проговорил к этому дереву, Ты его не сдвинул? Он никогда ничего не говорил насчет того, что Он будет его двигать Он говорит о том, что вы высвобождаете свою веру И ваша вера слушается вас А это дерево слушается вашу веру Аминь Когда вы служите людям И вовлечено много всего Думайте об этом так Я развиваю мою веру Но Все мое будущее Не зависит от полного развития моей веры Поскольку у меня есть помощник Слава Богу Внутри меня живет утешитель И бывают времена, когда скажу вам Моя вера слишком маленькая, чтобы это сделать Аминь Но благодарение Богу Он здесь Я говорю, Дух Святой, помоги мне в этом Во имя Иисуса я говорю слово веры И позвольте Ему подключиться к этому И добавить свою веру к вашей вере Именно это и названо в 12 главе 1 послания Коринфянам Даром веры И дары Духа Слава Богу здесь Вы молитесь за своих детей Вы молитесь за людей в церкви Вы служите в процессе своей жизни Слава Богу Постоянно уделяя время тому Чтобы развивать свою веру И развивать свою веру Слава Богу И наступит момент, когда вы Столкнувшись с какой-то ситуацией Скажете Во имя Господа Иисуса Я говорю это на основании Евангелия от Марка 11.23 Я говорю это на основании Евангелия от Луки 17.6.10 Во имя Иисуса убирайся с этим отсюда Уходите немощь и болезнь И говорю вам, они поднимутся и направятся к выходу Потому что была высвобождена ваша вера Ваша вера в Бога Ваша вера, развитая в Слове Божьем Слава Богу Вы высвободили свою веру И это было больше того, что мог выдержать дьявол И он уйдет Аминь И вы воздаёте Богу Всю хвалу и славу за это О, спасибо тебе за мою веру Спасибо тебе за то, что оружие воинствования нашего Не плотские, но сильные Богом На разрушении твердынь Аллилуйя Вы говорите о радостной жизни А как вы это развиваете? Первое, что для этого нужно Это время, проведённое в размышлении над Словом Божьим Когда вы не просто читаете и изучаете Слово Божье Вы изучаете, чтобы стараться представить себя достойными Изучение Слова Божьего является очень важным И есть время, которое вам нужно проводить в молитве Но это уже другое Давайте обратимся к книге Иисуса Навина Мы посмотрим книгу Иисуса Навина И затем мне бы хотелось обратиться к притчам В первой главе Иисуса Навина и скажу вам Иисусу Навину Да уж, ему нужна была вера Ему предстояло занять место Моисея И вот он был посреди той пустыни Ему предстояло воевать И Бог сказал ему, что делать Он сказал Будь твёрд и очень мужествен И тщательно храни и исполняй Так, чтобы ты мог знать, что делать Чтобы у тебя была мудрость и знание Божье Чтобы у тебя было откровение и понимание Видите ли, вера является материализацией того, на что мы надеемся Без веры ни для чего из этого нет никакой материализации Оно к вам не придёт Но вера берёт вещи Божьи и приносит с небес то, что вам нужно Проявляя это вокруг вас И затем он говорит в 8 стихе Сия книга закона Слово Божье Да не отходит она от уст твоих Никогда не начинайте рассчитывать на что-то другое Никогда не вкладывайте в свои уста что-то другое Не пытайтесь быть сами себе Богом И не пытайтесь заставить правительство делать это Или что-то ещё Нет, поднимите свою веру, слава Богу Поучайся в ней Размышляй над ней, над Словом Божьим День и ночь Пусть оно постоянно будет в вашем разуме Дабы в точности исполнять всё, что в ней написано Тогда Ты будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно Вот я повелеваю тебе Будь твёрд и мужествен Не страшись Аллилуйя Вы размышляете Поучаетесь в Слове Божьем Вы обращаетесь к Слову Божьему Вы молитесь и говорите Господь, у меня вот такая ситуация Вот такая ситуация в моей семье Такая ситуация в бизнесе Такая ситуация в моем служении Вот такая ситуация в моем физическом теле Я помолился Но я знаю в своем духе Что я здесь немного не в том состоянии Моя вера маленькая в этой сфере Помоги мне Мне нужно здесь строить Мне нужно высвободить это Поэтому, Господь, помоги мне найти те обетования Которые покрывают мою ситуацию Однажды я проснулся посреди ночи Я чувствовал в своем теле какую-то боль Я не начал просто кричать Богу Или делать что-то еще Я пошел в другую комнату Чтобы не разбудить Глори Взял свою Библию и просто открыл ее На местах Писания об исцелении Матфея 8,17, 1 Петра 2,24 Я просто открыл их И я ходил по комнате и читал их Стоял на них и думал о них Да, мой отец сделал это для меня Иисус сделал это для меня О, это все меняет Мой отец заботится обо мне Это храм Духа Святого Что я делал? Я упражнял свою мыслительную жизнь В Слове Божьем И когда я говорил себе вслух эти вещи Я говорил их вслух Вера приходит Вера приходит Вера приходит И она просто начала расти внутри меня И во мне нет никакого страха Поэтому во мне не было ничего, что бы волновало меня Но допустим, он у меня был Господь, что это? Я что, вот-вот умру? Что? Нет Это страх Нет, это не вера Согласно 17 главе Евангелия Теана, мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса По-другому и быть не может Он отдал за меня Иисуса И я принимаю это Мое тело является храмом Духа Святого Я просто прославляю и благодарю Тебя, Отец Я сейчас отдаю мое тело в Твои заботливые руки Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета Мой отец любит меня Он любит меня и заботится обо мне И каждый раз, когда вы это говорите Отец, я люблю Тебя всем сердцем Своим Всей душой Своей Всем разумением Своим Всей крепостью Своей И я люблю Тебя своим физическим телом Мое тело является Твоим храмом на этой земле Иисус сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела И вы просто продолжаете говорить слух эти вещи И чем больше ваши уши их слышат И Бог движется внутри вас И эта любовь просто поднимается, как поток И вымывает оттуда этот страх И вера приходит, говоря Почему? Я верю в это Конечно, я верю, что я исцелен Слава Богу Возможно, в вашем теле все еще есть боль Ты боль Я высвобождаю против тебя свою веру Я принимаю решение верить этому Слову И у меня есть вера в Слово Божье Я говорю к тебе, боль Поднимись И вернись море Я не сомневаюсь Я верю в своем сердце Что сбудется по словам моим И я благодарю Бога, что я исцелен Мой отец заботится обо мне Я просто продолжаю и продолжаю говорить это И чем больше я это говорю, тем сильнее становится моя вера И скажу вам, она перестает быть маленькой Аминь Аллилуйя Мы вернемся через минуту Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего» Давайте помолимся И сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку на тему веры Отец, мы просто любим, прославляем и поклоняемся тебе сегодня И во имя Господа Иисуса Христа из Назарета Мы молимся И просим тебя об откровении Относительно той веры Которую вложил в нас Иисус Это Его вера И мы радуемся в ней Слава Богу Чтобы развивать и укреплять ее И чтобы она возрастала внутри нас Дабы дела, которые творит Он И мы сотворили И мы благодарим тебя за нее Во имя Иисуса Аминь Мы начали прошлую передачу со слов Которые я хочу повторить и сегодня Имейте веру В свою веру Имейте веру в тот факт, что у вас есть вера Если вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни То скажу вам Вы сделали это верой И это Его вера Которая сейчас вас И вам не нужно молиться о вере Вам не нужно говорить О Боже, дай мне веру О Боже, дай мне веру Нет, нет Вера приходит от слышания Римлянам 10, 17 Вера приходит от слышания О слышание От слова Божьего Именно так и приходит вера Аминь 12 глава послания к евреям Посему и мы Имея вокруг себя такое облако свидетелей Свергнем с себя всякое бремя И запинающий нас грех И с терпением будем проходить Предлежащее нам поприще Взирая на начальника и совершителя Или того, кто развивает нашу веру Вот это слово, переведенное здесь как совершитель Означает тот, кто развивает Знаете, одно дело взять 4 или 5 старых досок Сбить их в виде коробки Перевернуть эту коробку Вверх дном И использовать ее в качестве стола У нас с Глорией в свое время была такого рода мебель Скажу вам, не нужно было иметь особые навыки столяра Чтобы сделать такую мебель Но знаете, вот этот стол Это красивый стол Это не телевизионная стойка Это красивый стол И тот, кто его сделал Был Совершителем Этот человек, совершитель Тот, кто занимался его отделкой Вы меня слышите? Тот, кто сделал окончательную отделку Был мастером и профессионалом своего дела Тот, кто прибил на кухню деревянные бруски Не был тем, кто выполнил в вашем доме отделочные работы по дереву Тот, кто занимается отделкой, послушайте Он художник Аминь? И вы смотрите на прекрасное фортепьяно Вот оно, такое большое, красивое фортепьяно Они мне так нравятся И вот оно стоит Оно также сделано из дерева Да Но я хочу, чтобы вы знали Тот, кто сколотил стол из ящика из-под яблок Не был тем, кто делал отделку этого фортепьяно Говорю вам Это совершитель Иисус является тем, кто развивает Он совершитель нашей веры Откроем третью главу послания к евреям Итак, братья святые Участники в небесном звании Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Первосвященника тех слов, которые мы говорим Иисуса Христа Помазанного Иисуса Он помазан быть первосвященником Он помазан быть тем, кто развивает Быть совершителем нашей веры Он является ее автором Он дал ей начало, слава Богу Это его вера И он вложил ее в нас И он помазан Богом Он поставлен самим всемогущим Богом Быть совершителем нашей веры Он верен поставившему его Поэтому, когда мы высвобождаем веру Помните, что мы читали вчера И позавчера, в 6 стихе 17 главы Евангелия от Луки Иисус более подробно излагал то О чем он уже учил их В 4 главе Евангелия от Марка Ученики попросили его Умножь нашу веру Он сказал, если бы вы имели веру подобно горчичному зерну Он уже учил их о том Чему можно уподобить Царство Божье Все в Царстве Божьем Вера от Царства Божьего, не так ли? Мы получили ее от Царя Аминь Итак, оно подобно тому Как если человек бросит семя в землю Хотя зерно горчичное меньше всех семян на земле Иисус сказал, когда оно посеяно Оно будет расти и становиться больше И он использует это здесь В 17 главе Евангелия от Луки, говоря о вере Они попросили, умножь нашу веру Он сказал, если бы вы имели веру подобно зерну горчичному И он более подробно излагает данное откровение об этом Они сказали, о да, нужно ее посеять А как сеять веру? Иисус сказал, если бы вы имели веру подобно зерну горчичному И сказали смоковнице сей Исторгнись и пересадись в море Итак, вы высвободили свою веру в словах В отношении этого дерева Если ваша вера маленькая Если она не была развита Или она не выросла То вы не увидите в этом дереве никаких изменений Иисус однажды проговорил к смоковнице И в течение 24 часов в этой смоковнице Не было видно никаких изменений Но через 24 часа Когда они проходили мимо нее Первый раз где-то в 6 часов Они не сказали о ней ни слова И вы знаете, что Петр, если бы она изменилась Он бы что-то сказал Но когда они проходили мимо нее на следующее утро А это прошло еще 12 часов То Петр сказал Господь, посмотри на эту смоковницу Которую ты проклял Она засохла Как сказано в оригинале От корня Вот вам и ключ Она засохла от корня У нее не просто засохли листья Его вера вошла в ту смоковницу И работала в ней все те 24 часа Иисус где-то поужинал и лег спать Но его вера и ее сила по-прежнему оставались в том дереве Аминь Итак Вы высвободили свою веру Она работает над этим деревом И вы просто продолжаете прославлять Бога И продолжаете высвобождать ее Слава Богу Благодарение Богу Я проговорил к этому дереву Дерево? Тебя нет Дерево Ты убралось отсюда Слава Богу Я хочу, чтобы вы знали Я говорю горе Я говорю смоковнице Немощи и болезни в моем теле Или в теле моего ребенка Во имя Иисуса Убирайся отсюда Поднимись и вернись в море Я не сомневаюсь в своем сердце Я верю, что сбудется по словам моим Поэтому будет мне, что не скажу Слава Богу Итак Я принял решение верить в это Понимаете? Вы не просто говорите Ну, я скажу это и посмотрю Произойдет что-нибудь или нет Ну, брат Копланд Я попробовал это И это не работало Нет Это попробовало вас И вы не работали Здесь вопрос не в Слове Божьем Здесь вопрос в нас с вами Слово Божье здесь не маленькое Это ваша и моя вера здесь маленькая Судится не Слово Божье Каждый день судимся мы с вами Если только мы не станем на этом И не скажем Бог так сказал Я верю в это Все, вопрос закрыт И я буду продолжать говорить это Слава Богу Я благодарю Бога за то, что этого дерева нет И оно стоит Где и стояло Махая вам своими листьями А вы просто смеетесь над ним Ты убралось отсюда, дерево Тебя нет во имя Иисуса Мне даже не нужно на тебя смотреть Я знаю Аллилуйя Вы ложитесь вечером спать Говоря Благоверение Богу Этого дерева нет На следующее утро вы просыпаетесь Выглядываете туда И дьявол говорит Оно есть Посмотри туда Ты Маленький А что ты имеешь ввиду, сатана? Посмотри туда Это дерево там Что ты сказал? Дерево никуда не убралось Кто сказал, что оно не убралось? Да любой может видеть, что оно есть Я сказал, что его нет Поэтому его нет Что? О да Почему ты решил лгать? Ты же вроде как христианин Нет, я не лгал Я сказал истину Я буду продолжать говорить истину До тех пор, пока истина не удалит это дерево Если вы будете так ему отвечать Он подтолкнет всех вокруг вас Начать называть вас ненормальными Но в одно прекрасное утро Вы проснетесь И этого дерева не будет И все скажут Что случилось с этим деревом? Наконец-то ты это получил Нет, я получил это не сегодня утром Но дерево ушло только сегодня утром Я знаю Но я получил это три недели назад Еще до того, как вообще начал говорить об этом Я тебя просто не понимаю Ты смешной Твои пути смешны Что ж, о Боге они тоже говорили Что его пути смешны и таинственны Нет, его пути казались такими таинственными Потому что это пути веры И когда вы начинаете понимать законы и правила веры Всем остальным вы кажетесь смешными Но Бог не кажется вам смешным Вы начинаете понимать, как он живет и как он действует Давайте немного углубимся в это Давайте обратимся к четвертой главе книги притчи И там обрисован точный процесс, как это делать Притчи четвертая глава Сын мой, слова моим внимай Итак, вы должны внимать Слово Божьему У нас в Техасе Немного видоизменяя это слово Мы говорим так Я буду уделять этому внимание Буду заботиться об этом Что ты делаешь? Я забочусь о своих животных Я должен кормить их и присматривать за ними Я уделяю внимание этой работе Итак Сын мой, слова моим внимай И крича моим, преклони ухо твое Именно здесь вы выносите решение в отношении страха Если у вас есть с этим проблемы Не делайте следующий шаг Удалите этот страх, поскольку страх будет сводить на нет вашу веру И вот как вы это делаете Вы обращаетесь к Слову Божьему Мой Бог восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе О, аллилуйя Ваши нужды восполнены? Нет Это слово говорит, что восполнены Да, я знаю, что оно так говорит, брат Копланд Но я по-прежнему должен банку 20 тысяч долларов Вы не верите этому месту писания? О, нет, я верю в это Да, я верю, что это правда Тогда вы верите, что ваши нужды восполнены Нет, у меня по-прежнему есть этот долг Понимаете, я по-прежнему жду, когда я увижу этот долг выплаченным И тогда я решаю в это верить Нет, мое ухо не преклонено к Слову Божьему Мое ухо преклонено к обстоятельствам Этот долг по-прежнему говорит ко мне громче того, что говорит мне послание к филиппийцам 4.19 И когда вы это видите Как только вы это улавливаете Вы можете держаться в церкви подобающим образом О да, слава Богу, наши нужды восполнены А внутри себя вы думаете, они не восполнены Я продолжаю давать десятину и давать Не похоже, чтобы что-то происходило и менялось Присутствует страх Это работа страха Это то, что делает страх Страх борется с верой Страх пытается свести веру на нет Страх пытается вытеснить веру Страх пытается оттолкнуть веру А откуда пришел страх? Если вы когда-либо нарушили закон любви Там есть страх Если вы когда-либо ввязывались в ссоры и раздоры Если вы когда-либо делали что-то неприятное Если вы когда-либо поступали так Что это не было соблюдением заповеди Господа Иисуса Христа Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим И всей душой твоей И всем разумением твоим И всей крепостью твоей И возлюби ближнего твоего, как самого себя Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы когда-либо нарушали это и не покаялись, тогда там есть страх. Если вы начинаете говорить слова страха, «Ну да, ты идешь завтра вечером?» Боюсь, что нет. О, вы только что применили страх. Вы приняли его, вложили его в свои уста и сказали его. И он работает по тем же самым законам, что и вера. Вы вкладываете его в свои уста и говорите его. Вы преклоняете к нему свое ухо. У меня этого нет. У меня, наверное, никогда этого не будет. Это то, что сказал мне мой папа. И это то, что я сказал своим детям. Вы несете самим себе страх. Вы слушаете, как его говорят люди вокруг вас. И вы постоянно его слышите. Да, но что если? Да, я знаю, брат Коплант, я знаю, что Бог исцеляет, но что если? Это основано на страхе. Да, я знаю, брат Коплант, но... Но... Но-но-но-но-но... Но-но-но-но... Что это значит? Какое определение этого слова «но»? Но... Словарь говорит, что оно отменяет, сводит на нет все, что было сказано до него. И помните, мы высвобождаем законы веры, говоря слова. Мы высвобождаем законы страха, говоря слова. Вера приходит от слышания от слышания от слова Божьего. Страх приходит от слышания от слышания от лжи этого мира. Вера — это творческая, созидающая сила Бога. Страх — это разрушительная сила сатаны. И он может заставить ее действовать в вашей жизни только тогда, когда вы принимаете этот страх, поступаете на его основание, говорите его и называете несуществующие как существующие. Вы говорите эти слова страха, пока они не сбываются в вашей жизни. Именно это и произошло с Иовом. Бог говорит, «Крича моим, преклони ухо твое! Мой Бог, я люблю тебя! Мой Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса!» Согласно Евангелию от Иоанна 17, 23. «И я люблю тебя, Отец! Я соблюдаю эту заповедь. Я люблю тебя, и я люблю моего ближнего, как самого себя!» И вы просто продолжаете. «Ты сказал в своем слове, что мои нужды восполнены по богатству твоему в славе. Я преклоняю к этому свое ухо. Я выбираю верить в это. Мне не важно, что говорит мой банковский счет. Мне не важно, что говорит мой разум. И когда вы только начнете говорить это вслух, ваш разум будет в открытую спорить с вами. И вот тогда-то вы знаете, что там есть страх. И вы просто продолжаете любить Бога и говорить Ему, как сильно вы его любите. И скажу вам, вы будете знать, когда этот страх будет вымываться и уходить. Вы заглянете туда и скажете, «О, да, да, я это вижу. Я это вижу». И внутри вас начинает работать откровение, слава Богу. Поэтому не нарушайте заповедь любви. И когда вы все-таки согрешаете, сразу же остановитесь, исповедуйте это перед Богом и удалите это. Не позволяйте больше страху укореняться в вас. Вымывайте его и удаляйте его оттуда. «Преклони ухо твое к Моему Слову». Когда оно говорит, что вы исцелены, будьте склонны к тому, чтобы принять это. Вместо того, чтобы говорить, «Я знаю, что оно так говорит, но я никогда этого не получаю». Нет, будьте склонны к тому, чтобы говорить, «Благодарение Богу». Если Бог когда-либо кого исцелил, то Он исцелит и меня. Потому что Он так сильно любит меня, и я так сильно люблю Его. Итак, преклоните свое ухо к тому, что говорит Слово Божье. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Держите Слово Божье прямо перед собой. Держите повсюду у себя дома Библию открытой, так, чтобы вы могли обратиться к тому местописанию, в которое вы верите, и на котором вы стоите. Мои слова сильны. И Иисус является автором и тем, кто развивает мою веру. И я высвобождаю мою веру, а Он развивает ее. Я высвобождаю ее. Иисус, я принял Тебя как моего Спасителя. Я принял Тебя как моего Крестителя Духом Святым. Я принял Тебя как моего Финансиста. И теперь я принимаю Тебя как того, кто развивает и совершает мою веру. Я привожу в действие свою веру. Я выступаю против этого дерева. Я выступаю против этой горы. Я выступаю против этой немощи, этой болезни, этой нищеты, этого долга. Аллилуйя, я выступаю против того, что атакует мой брак, я выступаю против. Чтобы это не была загора, я рассчитываю на то, что ты будешь развивать мою веру, слава Богу. Ты получаешь всю хвалу и славу за это. Это твоя вера, и ты тот, кто развивает. И держите Слово Божие у себя перед глазами. Держите его, держите. Ложитесь с ним вечером спать. Утром с ним просыпаетесь. Никогда не ложитесь спать, если присутствует какой-то страх, и если вы сомневаетесь в Слове Божьем. Если вам придется встать и не спать всю ночь, не засыпайтесь такими мыслями. Обратитесь сюда, к Слову Божьему. Храни их внутри сердца твоего, потому что они, Слово Божье, жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Вы можете делать это до тех пор, пока ваше тело не станет чистым и исцеленным. Что касается исцеления, то проблема большинства людей в том, что они не обращаются первым делом к Богу. Я верю, что если я не буду принимать лекарства, то Бог должен будет меня исцелить. Бог не должен ничего делать. Он уже все обеспечил для вашего здоровья и исцеления. Фактически, если вы будете пить это лекарство, но вы не будете пить его, принимая его веры и молясь над ним верой, оно все равно не будет в вас работать. Аминь. Вы ходите по всем врачам, а Богу ничего об этом не говорите. Вы ходите по всем врачам. Вы ходите к этому врачу и к тому врачу, к третьему, к четвертому, и вы пьете то лекарство и это лекарство. Скажу вам, многое из этого убьет вас. И затем в последнюю неделю своей жизни приходите к Богу и пытаетесь поплакать два, три или четыре дня и исцелиться. Вы знаете, мы уже планируем ваши похороны. Но, если вы обратитесь к Слову Божьему, если вы первым делом придете к Богу, если вы идете к врачу, и благодарение Богу за врачей, аминь, но помолитесь об этом. Господь, к какому врачу? Куда? Как? Когда? Какое лекарство мне следует принимать? Дай мне знать, если он выпишет мне что-то, что мне не стоит принимать. Аминь. И вы молитесь, вы ищете Бога, и вы вкладываете эти слова в свои уста, в свой разум и в свое сердце. Хвала Господу. Вы учитесь это делать, и в конечном итоге вы выйдете на такой уровень, где вам не нужны врачи, где вам не нужны банкиры и компании, дающие суды. Они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни или защищай сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удаляя от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправлены будут прямо перед тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои донаправлены будут тверды. Аминь. Вы учитесь жить верой. Вы учитесь жить словами, которые исходят из ваших уст. Слава Богу! Иисус сказал, «Ищите прежде Царство Божьего, и правды или праведности Его, Его пути того, как быть правым, Его пути того, как и что делать, которым является Слово Божье, помазание веры и сеяние жатва». И это все, включая ваше хорошее здоровье, приложится вам. Мы вернемся через минуту. Пойдите на наш сайт kcm.org.ua У нас очень познавательный сайт. Там есть много всего хорошего, чтобы помочь вам созидать вашу веру и вашу молитвенную жизнь. Итак, шестая глава послания к Галатам. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Наставляемый словом, «Делись всяким добром с наставляющим». «Делиться» значит обмениваться. Если говорит только один человек, то вы не обмениваетесь. Обмен происходит тогда, когда один говорит, а второй отвечает. Этот говорит, а вы отвечаете. «Делиться» значит обмениваться. Когда вас учит Слово Божьему, и вы благословлены, и только если вы благословлены, и вы что-то от этого получаете, тогда молитесь об этом и узнайте, как Бог хочет, чтобы вы финансово поддерживали эту передачу и работу нашего служения по всему миру. Поскольку мы по-прежнему находимся в процессе удвоения того, что мы делаем. Слава Богу! И мы верим об этом. Вы можете применять свою веру. Мы ценим это. Поэтому молитесь и будьте вадимы Господом. Отец, мы молимся за эти пожертвования. Мы принимаем их. Верой мы принимаем их. И мы применяем свою веру и высвобождаем свою веру о стократном урожае для каждого человека, который сеет финансовое семя или что-то другое в наше служение. Молитвенное семя, которое они сеют. Они получают стократный урожай и в веки грядущем жизнь вечную. Мы принимаем это и благодарим тебя за это во имя Иисуса. Наш адрес сейчас на вашем экране. Если вы смотрите нашу передачу за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования не уходят в Соединенные Штаты. Они остаются в том регионе, в офис которого вы их отправляете и в котором вам служат. Спасибо за то, что присоединились ко мне. Слава Богу! Будьте частью церкви! Пусть у вас войдет в привычку ходить в хорошую, созидающую веру, проповедующую Евангелие церковь. Церковь, где они будут молиться с вами и стоять с вами в Слове Божьем. Слава Богу! Если вы хотите заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи на следующей неделе. А пока я, Кеннет Копланд, снова напоминаю вам, что Иисус Господь.